Привет, дорогие друзья! Сегодня пятница, с чем я вас и поздравляю. И очередное видео на YouTube я сегодня выкладываю. Оно сегодня о том, что является первостепенным при поиске домов, а что можно немножко отложить на второй план. Спасибо Анастасии за этот вопрос. Это один из нескольких, которые вы прислали, и я обещаю, что на другие вопросы я тоже сделаю подобные видео. Сегодня остановимся на том, на что же обращать внимание первостепенно при поиске домов. И в конце видео я все-таки вам скажу, что на рынке сейчас происходит в связи с вирусом, что я слышу от других агентов и что я сама испытываю. Ну что ж, поехали! Когда вы смотрите дом, когда вы думаете о том, чтобы купить этот дом, ну, конечно, в первую очередь вам нужно получить преаппровол и получить это письмо, это мы уже обсуждали, это уже дано, да, у вас уже есть письмо, и вы начинаете поиск. Вам нужно сесть, поговорить с вашим агентом, и агент будет вас спрашивать такие вещи, то есть, по крайней мере, я спрашиваю своих клиентов вот такие вещи. Что для вас важно? Есть ли у вас дети, которые ходят в школу, и вам важны школы в этом районе, ну, в районе, где вы будете жить? И, может быть, вы хотите жить в определенном районе, только прикрепленном к одной школе, или у вас просто есть определенные критерии к школам. Где вы работаете? Куда вам нужно будет ездить? Какой комьют для вас важен? Можете ли вы тратить по 15-20-30-40 минут на том, чтобы на машине добраться от дома на работу, либо это должен быть комьют, который общественный транспорт, автобус, метро, поезд и так далее. Дальше мы смотрим на то, что вы хотите, хотите ли вы жить там, где много народу, типа квартирного дома, либо вы хотите участок, большой дом, большой участок, чтобы там, если у вас есть собаки, где бы их можно было выгуливать, или если вы хотите большой участок, чтобы было, где поиграть с детьми, или вы просто хотите большой участок, или вы не хотите большой участок, потому что за ним надо ухаживать, но в то же время вы не хотите квартирный дом, то есть это уже тогда мы говорим про или таунхаус, или такой отдельно стоящий дом в таких местах, где они очень близко друг другу построены, как, например, есть место, которое называется Лортон, где дома стоят друг на друге практически, но они большие, сами по себе большие дома. Это вот такие вещи, которые в первую очередь вам нужно самим подумать, что вам важно, какие критерии у вас по месторасположению. Дальше будем думать о том, какой все-таки дом вы хотите, какого размера, сколько вам минимум спален, сколько минимум ван туалетов, нужен ли вам подвал, бейсмент, нужно ли вам обязательно, чтобы оттуда был выход или нет, или это не обязательно, нужен ли вам гараж, насколько машин вам нужен гараж, всегда где гараж, дома дороже, чем больше гараж, тем дома дороже, чем ближе вы находитесь к очень хорошим школам, тем дома дороже. То есть это вещи, которые нужно самим определиться и, конечно же, обсуждать с вашим агентом, потому что я очень часто слышу такие комментарии, когда вот я работала вот с каким-то агентом, который мне присылала дома, который я вообще не понимаю, как будто она меня не слышала вообще, непонятно, где находятся, непонятно, что за дома, всегда нужно доносить до своего агента ваши критерии первоначальные, а что может быть первостепенным, а что может быть второстепенным. Так вот, в первую очередь, конечно, это месторасположение, второе, конечно, ваш бюджет, потому что вы будете ограничены вашей ценовой рамкой максимальной, и уже в соответствии от того, что вы видите вот в этом месте и за эти деньги, вы уже можете дальше плясать, как говорится, под то, что вы там видите. Что, в принципе, может быть второстепенно? Внутри не столько дизайн, сколько что находится внутри, то есть какие полы, ковролан или ламинат, или паркет, это все можно, это можно поменять, правильно? Отделанный подвал или неотделанный подвал, вы можете потом со временем его отделать под ваш вкус, если он не отделан. Что вы не можете поменять, это выход из подвала, например, если позволяет участок, вы можете его прорубить, но это деньги, то есть, как правило, лучше сразу смотреть дома уже с выходом, если для вас это важно. Что вы не можете поменять, это, скажем, месторасположение, основное месторасположение кухни, ванны, спальни, теоретически вы можете там все поменять внутри дома, но это все деньги, а зачем на это подписываться, если вы можете сразу купить такой дом, который вас устраивает, да, то есть архитектура дома, смотрите на дизайн, чтобы вас устраивало расположение комнат, размер кухни, количество ванн, это должно быть тоже в числе первостепенных критериев. На что не стоит обращать внимание, это какие светильники висят, какие люстры висят, какой паркет на полу, какая плитка и так далее, какой ковроланд, потому что это легко заменить, вы можете сделать ремонт косметический, и все это легко меняется. Обязательно смотрите на те вещи, которые заменить нельзя, чтобы они вас устраивали, когда вы смотрите уже непосредственно дома. Вот, ну это в принципе о том, как бы на что в первую очередь обращать внимание при поиске домов, да. Ну, конечно, очень такую большую роль в поиске домов играет агент, поэтому один из первых вещей, одно из первых вещей, которые вам нужно сделать, это найти такого агента, которому вы доверяете, с которым вы можете обсуждать все, и который вас понимает. Если вы чувствуете, что идет какое-то недопонимание или, не дай бог, недоверие с вашей стороны, то с таким агентом лучше не продолжать работать, потому что в дальнейшем процесс покупки влечет за собой то, что вы должны будете делиться какой-то информацией с этим агентом, если у вас нет к нему доверия, то лучше вообще не начинать весь этот процесс, потому что это будет потом больше головной боли и еще больше недоверия из этого вырастет. Поэтому всегда нужно найти такого агента, с которым комфортно работается, которому можно доверять, и вы чувствуете, что этот человек на вашей стороне и готов полностью представлять ваш интерес в любой ситуации. Вот, ну, на этом все. Я закруглюсь, я не буду дальше это сильно растягивать. В заключении видео хочу вам рассказать о том, что происходит в нашем офисе. У меня наши агенты делятся своими впечатлениями и что я вижу в последнюю, скажем, неделю-две. Вы знаете, такие заголовки, что безработица, что экономика рухнет, мы идем в что-то страшное, и недвижимость сейчас вот-вот рухнет. Но на самом деле, разговаривая с нашими агентами, никто особо замедление не почувствовал. Вот, как ни странно, это не звучит. Fairfax, Loudoun, Prince William County, Arlington, Alexandria. Другие агенты в моем офисе, они как бы все, кто нормально, кто хорошо работает, кто рассматривает эту работу как свою профессиональную деятельность и относится к этому не как к хобби, а как именно к своему делу, все говорят, что замедление они не чувствуют. Наоборот, сейчас идет рост обращений к ним покупателей, потому что покупатели хотят воспользоваться низкой процентной ставкой и хотят взять, как бы купить что-то сейчас, а не ждать. У меня то же самое, я тоже вижу немножко рост звонков по поводу того, что вот мы хотим, мы хотим, помогите именно купить. Чего мы не особо видим, это дома, это продавцы, это люди, которые нам бы звонили и говорили, мы хотим продать наш дом. Но я должна вам сказать, что сейчас я больше и больше вижу домов, которые выходят на рынок, потихоньку идет, немножко набирает темпы. И я очень надеюсь, что мы немножко выровняем ситуацию, где дома не повыходят, то, что было вот апрель, март, то, что зажало, сейчас оно все это выйдет на рынок и немножко нам поможет с нашими покупателями. У меня такая очень сильная надежда. Поэтому если вы думаете продавать, то сейчас самое время продавать, потому что ставка еще низкая. И теперь я вам расскажу как бы логику покупателей, почему все-таки хотят покупать сейчас. Потому что есть две вещи. Одна вещь, в которой мы уверены, что через год или если мы ждем, то через год-два процентная ставка будет выше. Соответственно, мы уже не сможем себе позволить ту сумму, которую мы можем позволить себе сейчас. Это как бы уже мы все понимаем точно. Со всей этой инфляцией, со всеми деньгами, которые печатаются и которые сейчас выплачиваются всем. То есть мы понимаем, что процентная ставка никуда не денется, она начнет расти. Чего мы не знаем на стопроцентно и гарантировать не можем, это упадут ли цены. Тут вариантов много. Цены могут немножко упасть, но потом опять подняться, а могут вообще не упасть, а начать расти. Нонсенс ситуации в том, что сейчас я вижу рост цен. Абсурдная ситуация, но я вижу рост цен. И нет гарантии, что он не продолжится. И если вы ждете, чтобы переждать вот эту ситуацию сейчас, то никто вам не гарантирует, что через полгода, через год цены не вырастут еще больше. И еще процентная ставка вырастет. Вот поэтому покупатели хотят воспользоваться сейчас тем, что есть и быстренько войти в рынок и купить что-то сейчас. Вот. Ну, это вот такая вот логика сейчас. И я с ними, в принципе, согласна. Вот. Ну, на этом все. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Следующее мое видео я, наверное, сделаю о том, стоит ли выплачивать ипотеку заранее или все-таки рассматривать варианты с инвестированием ваших денег. Я уже делала такое видео, но я думаю, что на следующей неделе я немножко его поглубже попытаюсь с вами поделиться своими мыслями, да. Вот. Ну, все. На этом все. Счастливых вам, хороших вам выходных. Наслаждайтесь погодой. До следующей пятницы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»